Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Михаил Грабевник, я являюсь кандидатом политических наук, доцентом кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета. Сегодня в рамках онлайн-курса открытого университета ПГНО, мы продолжаем говорить о конфликтах в современном социуме, но делаем это с акцентом на политической составляющей социальных конфликтов. Темой занятия сегодня является политический конфликт. Столь широкий предмет требует углубленного изучения в течение ни одного предметного курса, но мы постараемся кратко, широкими штрихами написать портрет политического конфликта, его типологий, структуры и динамики его протекания. Общество, в котором мы функционируем, характеризуется высокой степенью конфликтогенности. Социальные взаимодействия или социальные интеракции в процессе, в потенциале содержат латентный и актуальный конфликт. Природа человека такова, что он является социальным существом или, как говорил известный философ Аристотель, политическим животным. И в этом его основная составляющая к социальной интеграции. Однако интересы людей и социальных групп достаточно часто пересекаются. Они нацелены на ограниченное количество ресурсов или, например, акцентируют внимание на различных ценностях. И в этом смысле неизбежным становится и возникновение конфликтов в обществе. Политический конфликт в этом смысле является конфликтом социальным, в котором противоборство осуществляется между сторонами, преследующими один и тот же интерес, политическую власть или политическое влияние. В этой связи в политических и социальных науках сложились две ключевые традиции к пониманию политических конфликтов. С одной стороны, имеет место интерпретация политических конфликтов, как в принципе неразрешимых, что ставит под вопрос вообще возможности их регулирования, контроля над ними и деэскалации. С другой стороны, более конвенциональный подход рассматривает конфликты как нормальный социальный феномен. А задачу политиков, управленцев и аналитиков видят в исследовании, анализе и поиске факторов установления баланса интересов мира и деэскалации конфликта. Имея в виду, что большинство национальных государств в современном мире являются фрагментированными, сложно структурированными, многосоставными сообществами, мы можем заключить, что политические конфликты составляют вообще сущностную характеристику любого политического сообщества. Так, например, одним из наиболее ярких примеров в этом отношении является геополитическое пространство африканского субконтинента. Карта, представленная на данном слайде, демонстрирует несовпадение исторических границ этнических, племенных сообществ и границ современных национальных государств Африки. Мы можем наблюдать, что достаточно большое количество этнических, лингвистических и религиозных сообществ проживает разделенно, а политические сообщества национальных государств современного региона являются многосоставными и фрагментированными. Если мы обратим внимание свое на карту Африки, то мы найдем, что наиболее конфликтные пространства в Африке наблюдаются именно на этих границах. Карты, представленные на слайде, иллюстративно подтверждают данный тезис. Политический конфликт, таким образом, является столкновением субъектов политики, в их взаимном стремлении реализовать собственные интересы и цели, связанные прежде всего с достижением властных ресурсов, их перераспределением, а также изменением политического статуса в обществе. Политический конфликт характеризуется большим количеством свойств социального конфликта, но вместе с тем отдельно стоит отметить в качестве отличительных характеристик политического конфликта, всеобщую значимость его процесса для социума, его итоговых результатов для социума, политическую власть как предмет конфликта, асимметрию легитимного насилия и часто неравенство противоборствующих политико-институциональных актов. При этом мы можем типологизировать конфликты по критерию сущности, цели или главной составляющей политического конфликта. Выделяют следующие типы политических конфликтов. Конфликты интересов, политические конфликты ценностей, конфликты политических культур или конфликты политических идентификаций. Конфликты интересов являются наиболее распространенными вариациями политических конфликтов. Они предполагают борьбу за распределение или перераспределение различных материальных и нематериальных ресурсов. Власти, материальных благ, экономических благ, духовных ценностей и многого другого. Интерес является одним из основных факторов, мотивирующих любой вид политической деятельности. И при всем многообразии социальных и политических противоречий, именно интерес в самом общем виде выражает все многообразие потребностей, целей, ценностей и позиций противоборствующих сторон. И так, по мнению известного американского политолога Роберта Даля, политика есть не что иное, как сложное комплексное взаимодействие частных и групповых интересов. Политические конфликты по критерию масштаба и уровню могут быть типологизированы в спектре от локального до глобального. Локальные национальные конфликты, субрегиональные конфликты, региональные конфликты, конфликты континентальные, а также глобальные, которые включают большую часть населения мира. Вместе с тем, существует достаточно широкий спектр критериев для типологизации политических конфликтов. По области проявления политические конфликты могут быть внутренними и внешними или международными, о которых мы уже говорили. По характеру регуляции могут быть институциональными или неформальными. По продолжительности политические конфликты могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. Вместе с тем, политические конфликты могут проявляться явно в публичном пространстве или быть скрытыми и латентными. И как мы уже отмечали ранее, все политические конфликты делятся на международные, с одной стороны, внешние и внутренние, то есть протекающие внутри национального государства. Внутренние политические конфликты делятся на два основных вида – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные политические конфликты – это такие политические конфликты, в которых происходит борьба за власть и властные ресурсы в условиях актуального и существующего политического режима. Например, конфликты между правительством и парламентом, между политическими группами в структурах единой политической элиты или межелитной конфликты, государством и отдельными акторами политики. Цели горизонтальных политических конфликтов – это совершенствование существующей системы власти, будь то смена элиты, рекрутирование элиты или корректировка политического курса. В демократической политической системе горизонтальные политические конфликты во многом запрограммированы и протекают институционально. Большинство из них носят открытый и публичный характер – это и парламентские дебаты, вотум недоверия правительству, распуск, назначение досрочных выборов, импичмент и многое-многое другое. Вертикальные политические конфликты, с другой стороны, являются конфликтами, которые разворачиваются на разных уровнях власти. Вертикальные политические конфликты можно разделить на статусные ролевые и режимные. Статусные ролевые конфликты используются в борьбе за повышение личного и группового статуса в политической системе и структуре того или иного сообщества. По сути, это борьба за более высокое место в иерархии государственной и политической власти. Яркими примерами подобных конфликтов служат конфликты между центром и регионами, между правящей элитой и оппозиционной элитой. Важно также упомянуть, что статусно-ролевые конфликты не преследуют целью изменить весь политический режим или кардинально изменить структуру власти. В рамках вертикально-ролевых, статусно-ролевых конфликтов происходит борьба за место уже в существующей структуре власти, которая сохраняет в целом статус-кво, то есть всех устраивает. Совсем о другом речь в режимных вертикальных политических конфликтов. Они преследуют цели свержения существующего политического строя или радикальной его перестройки, радикального изменения данного конкретного политического курса. Обратимся к структуре политического конфликта. Структура политического конфликта это детализация его элементов в статической данности. В этом контексте структура это нечто стабильное, устойчивое, статичное. По вопросу о структуре политического конфликта существуют различные точки зрения, многие из которых по некоторым позициям, конечно, сходятся, дополняют и уточняют друг друга. Наиболее оптимальную структуру политического конфликта можно представить следующим образом. Структура политического конфликта включает в себя несколько элементов. Во-первых, это два или более субъекта политического конфликта, то есть противоборствующих стороны. Далее это объект и предмет политического конфликта. Далее это косвенные стороны политического конфликта. Третья сторона политического конфликта, а также окружающая среда политического конфликта. Здесь важно помнить, что конфликт всегда возникает между двумя или более сторонами, которые являются основными, прямыми участниками конфликта. Но кроме основных, также бывают еще и косвенные участники в конфликте, которые напрямую не являются противоборствующими сторонами, но, конечно, тоже принимают активные действия в конфликте, поддерживая ту или иную сторону. А также третья сторона тоже, которая формально должна выступать таким третейским судьей, неформальной стороной, однако всегда имеет собственные интересы и достаточно часто поддерживает ту или иную сторону. По проблемам динамики политического и социального конфликта существуют различные точки зрения. Анализ этих точек зрения позволяет сделать вывод о том, что почти все исследователи называют наряду с разными стадиями конфликта три основных. Это зарождение, развитие и разрешение конфликта, а некоторые еще и постконфликтную стадию. Итак, динамика политического конфликта включает следующие стадии. Возникновение и формирование конфликтной ситуации, то есть стадия зарождения и созревания конфликта, где мы наблюдаем конфликт интересов, но конфликт еще не является в активной фазе. Развитие конфликта, начало конфликтного взаимодействия и эскалация развития конфликта, активная фаза конфликта. Третья фаза – это разрешение или деэскалация конфликта, где происходит переоценка ценностей и поиск компромиссных решений. И четвертое – постконфликтная стадия выполнения достигнутых соглашений, снижение напряженности, условленность договоренности и тому подобное.